Здравствуйте! Вы на канале Мегасила. С вами Владимир. Сегодня у нас обзор на спортивное питание. Спортивное питание очень много. Я хочу вам рассказать сегодня, как правильно определиться в выборе фирмы спортивного питания. Сейчас наш рынок заполнил очень много польской продукции, такие неизвестные марки. Их очень много, они постоянно меняются с красивыми названиями, с красивыми упаковками. Например, возьмем, я был на заводе Alimplabs, это значит, чем отличается от других производителей. Это завод. У завода идет роботизированная полностью линия упаковки и производства. Значит, он имеет GMP стандарт, то есть сертифицированный GMP стандарт. Это говорит о том, что на производстве не бегают крысы, мыши, то есть нормальные условия. Упаковка происходит с пониженным содержанием кислорода, так как кислород у нас окислитель, поэтому как бы на линию при экскурсии даже не пускают. То есть там полностью автоматизированный процесс. Возьмем компанию ActiveLabs. Ну, то есть эта компания никогда не пригласит вас на производство, потому что производства как такового там нет. Там идет процесс расфасовки сырья спортивного питания. Если здесь, например, Alimplabs доводит сырье, то есть синтезирует, чистит, фильтрует, то есть идет полностью производство спортивного питания, здесь идет чистая расфасовка. Это можно взять украинский наш пример, там PowerPro, и другие там производители украинского или российского производителя, где полностью процесс упаковки сырья именно, сырья, то есть не производства спортивного питания, а именно упаковки сырья, происходит все вручную, какие-то небольшими конвейерами, где участвуют люди, и, конечно, такой завод не имеет сертификации, поэтому вы никогда не найдете здесь GMP, стандарт производства спортивного питания, то есть не будет его. Значит, поэтому, если вы хотите выбрать спортивное питание, значит, вы должны понять первое, есть ли у этого производителя завод. Например, у компании Biotech есть завод, и они строят новые линии, и вот у нас есть GMP стандарт. А вот, например, MyProtein, тут все написано, gluten-free, tested, какая-то сертификация может быть непонятна, но GMP стандарта нет. То есть о чем говорят? Это просто завод с кафелем, где участвуют люди в процессе производства спортивного питания, где щеточкой протирается капсулятор, и как бы никто вам не скажет, в каких санитарных условиях упаковывалось спортивное питание. Поэтому, смотрите, с левой стороны у нас не имеет GMP стандарта, продукция, вот и Go Nutrition, и MyProtein, а вот возьмем Курску Бролапс, смотрим, GMP сертификация, все, вопросов нет, это есть завод, либо компания не может иметь своего завода, но упаковывается на заводах с GMP сертификацией. Значит, VipiLab, смотрим, GMP сертификат, все, вопросов нет. вы должны понять. И многие фирмы, конечно, не всегда пишут, какая у них сертификация, как они упаковывают, и какая сертификация продукции. Даже, например, компания Now, одна из известных компаний, Now, очень хорошего качества, мелким таким значком показывает, качество GMP стандарт, вот GMP стандарт, то есть упакована с GMP стандартом. Компания Ultimate не на всех продукциях пишет GMP сертификацию, стандартизация, мануфактура GMP. Значит, если вы хотите выбрать качественную продукцию, не, как говорится, не травить свой организм, всегда выбирайте GMP сертификацию, ну, либо европейскую, или из ОСО, там это все будет видно. То есть, смотрите, берем компанию Alimplabs, я просто почему пример, один из поляков, то есть, единственный завод, который производит нормальное спортивное питание, в Польше, это, к сожалению, только Alimpl. Все остальное, это комната с кафелем, и неизвестное производство. Вот у Alimplabs есть GMP стандарт сертификация, и сертификация из ОСО. То есть, вы все увидите, на упаковочке все написано. Это хороший пример того, что в той же Польше можно производить спортивное питание, хорошего качества, и он всегда будет отвечать GMP сертификации, то есть, нормальному качеству производства спортивного питания. Если у вас появились вопросы, пишите нам под видео, я отвечу. Спасибо, до свидания. Вы были на канале Мегасила. С вами был Владимир. Подписывайтесь на наш канал. За кадром. Спасибо. До свидания.